Музыка Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Данали Заранее извиняюсь за непонятный голос, потому что он слегка хрипит и слегка приболел Опять! Ничего не сделаешь, вот такое вот везение у меня на плохую погоду Стоит донать ветерку, как у меня хрипит сразу голос Сегодня у нас очередное видео по обновлению Star Stable Online В этом видео я покажу вам, как изменилась Серебряная Поляна Как изменилась окрестность около Фортпинта Потому что там кое-какое видение, которое просто меня ввергло в полный восторг И надо будет скататься в эту местность ночью И чуть позже я вам объясню почему А также все остальные новости Star Stable Online Так что давайте смотреть и изучать данное обновление Начнем с того, что в хозяйстве, точнее Серебряной Поляны Магазин, который продает еду для лошадей Переехал вот в эту местность и его обновили Теперь он по текстуре своей, точнее по модельке Похож на те магазины, которые стоят в муре Но разработчики с самого начала сказали нам, что такие магазины будут расширяться и добавляться по всему юрвику А теперь самое главное Конюшня, которая продавала лошадей в хозяйстве, изменилась кардинально Теперь она похожа на ту конюшню, на те стоилы, которые стоят у нас в Нью Хилкерсте по продаже лошадей И да, это обновленная, не просто копия той самой из Нью Хилкерста Обновленная, то есть моделька текстуры, сами построения, детали То есть это вот так вот будет выглядеть чуть позже, я так думаю, стоила именно в Нью Хилкерсте И как видите, у нас добавилась просто большая куча свободных стоил для продажи новых лошадей Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять То есть смотрите, у нас открылось аж десять стоил для новых лошадей Десять, да, десять, десять Десять стоил, просто десять стоил Но это значит, что в будущем здесь будет стоять десять лошадей И это просто, просто вау Не смотрите, что тут стоят лошади, которые не продаются Потому что это лошади игроков или просто дикие лошади, потому что я отключила имена Вот, тут ничего не поменялось Стоятся те же Ганаверы, Лузитана и Араба А, еще два Тракени Тракенинских, правильно я сказала? Заранее снова извиняюсь за мои неправильные ударения в названиях лошадей Да, два Тракенина еще стоят Это просто классно Правда, я так привыкла к старой конюшне, которая тут была Что когда я приехала и увидела это У меня реально отпала челюсть, а глаза открылись шире некуда Потому что, ну, я настолько привыкла к этому зданию Маленькому домику, в котором стоят лошадки А тут приезжаешь, и у тебя что-то подобие нехилкорста Но мне кажется, им бы стоило добавить еще несколько деревьев Потому что теперь это место выглядит каким-то открытым Слишком таким голеньким Вот, надо поставить сюда, не знаю, заборчик, кустики И мне кажется, после этого выглядеть будет намного лучше Ну, может быть, это просто недоработки Потому что, серьезно, выглядит это как-то не очень То есть, по сути, стена кончается вон там Мы привыкли, что тут плотная стена стоила А тут у нас просто голый холм, с которого просто все будут, я так думаю, позже слетать Ну, может быть, не все, но большинство Ну, мне так просто кажется А теперь поедем смотреть дальше Что же у нас в этом обновлении, что касается окрестностей Форт Пинта Итак, мы приехали в Форт Пинта И мы уже должны, те, кто хорошо знает карту, заметить изменения вон в том районе В районе церкви Дойл Или, как ее еще называют, не церковь, а аббатство Аббатство Дойл Хотя для меня это всегда была разрушенная церквушка Дойл Потому что с ней, в принципе, мало что связано С ней было и связано привидение на Хэллоуин Звездочка связана по коллекции собирания звезд по всему юрлику И больше, в принципе, ничего А, еще спирит около нее ходит иногда Так, вот теперь вот так вот выглядит местность Вход на территорию аббатства Раньше тут было больше кустов И когда я приехала и увидела эту голую травушку Мне стало явно некомфортно Потому что я подумала, что здесь просто заросли кустов Каких-то можжебельников Ну, я не знаю Орешников Потому что были маленькие кусты и большие кусты И не было, в принципе, почти что голой земли А тут я приезжаю Тут территория расширилась так знатно Так еще и кустиков меньше стало Очень непривычно Здесь и так же стоит Мэри Которая просит всех привезти ее овечку Нам поставили коновязь И бочку, кстати Какой-нибудь поставили Вода, корм, сено То есть такое место, чтобы можно было бы привязать свою лошадку Но мне кажется, что территория стала слишком большой Чтобы оставлять здесь ложи Только если это для каких-то ролок Так, вот просто такое гигантское место Тут у нас а-ля такой центр территории аббатства Мне кажется, здесь нужно было бы поставить какой-нибудь памятник Я не знаю Просто вспоминаю всякие кладбища Ведь аббатства это у нас там раньше могилки были Мне кажется, нужно какой-то памятник поставить Здесь у нас пенек На котором сидят вороны Боже мой, разрабы Добавьте, пожалуйста, питомцев Ворон, воронов Я не знаю Я хочу себе ворона Особенно в Хелл Просто добавьте нам их уже И я буду счастлива Вот так вот выглядит территория То есть теперь тут такой плавный съезд С препятствиями Много новых деревьев Стоит тропиночки Скамеечка Чтобы можно было посидеть Там внизу тоже теперь скамеечки Я заметила одну вещь Надо будет не забыть съездить Ее посмотреть Теперь по всему периметру аббатства Можно вот так вот покататься на обрыве Везде спуски Вместо могилы, алтарей Теперь вот такие вот каменные алтари Со свечками Надо будет все-таки съездить сюда ночью Я думаю, здесь будет очень красиво Вот такой вот выступ Что типа Видосиков каких-то тоже очень классные Или просто чтобы Любоваться всей этой красотой Ну в принципе зачем Ну нет, ночью я все равно приеду Но мы можем уже ускорить время Ну я думала будет как-то ярче Ну в принципе ночь в Star Stable не такая уж и темная На самом деле Хотя это очень жаль Потому что иногда Что хочется Очень хочется Чтобы она была прям темной-темной ночью Так, вот тут у нас еще один спуск Тут такие колонны стоят Просто у меня такое чувство Что взяли Саму постройку Деревушки Деревушки Церквушки И разобрали ее По всей территории Тут у нас Деревья С опадающими листьями В принципе территория стала Намного шире Место станет Я думаю Очень популярное Для всяких ролок Потому что Ну явно Разработчики старались И сделали очень хорошо Тут такое очень милое место Тоже посидеть На лавочке Фонарики Тут То есть Очень-очень Классненько сделано Территория стала Явно больше Раза в два А то и в три раза Потому что раньше Это все приехал Объехал Заехал И все А сейчас Куда-то какая-то Тропиночка Раз Куда-то какая-то Тропиночка Два Спуск Подъем Можно еще вот так сделать Ну да Ночи стартайбы Вообще какие-то светлые Вот А вот так вот Теперь выглядит Само разрушенное Здание Церквушки У нас много Свечей Алтарей Смотрите Разрабы сделали Дерево Со спиленным Одним стволом То есть Ну кстати Надо было сюда Кого-нибудь посадить Какую-нибудь Не знаю Птичку Необычную Вот по миру Вот так вот Теперь выглядит Это И это тоже Очень непривычно Потому что Я привыкла Что у этого здания Есть крыша Что это? Вы видели? Клубочек такой Желтого пара Что это было? Что это было? А-а-а-а Эта пыльца Видимо Пролетела Мимо моего Экрана Она была В увеличенном виде Возможно Так Я уже Испугалась Нет Ну что это Такое Что тут происходит? В общем Такая вот Красивая Каменная Даже не знаю Ну это В общем Алтарь Очень классный Такой Проработанный Ой, я иногда натыкаюсь на видео по старому Star Stable, у меня прям слёзы наворачиваются, потому что тут такое всё мультяшненькое. Нет, мне нравится нынешняя мультяшность Star Stable, всё её проработки, всего прочего, но когда натыкаешься на видео, которое сам же раньше записывал у тебя, просто начинает падать ностальгическая слеза. Так, потом вот тут. У нас был, как помните раньше, такой крутой склон. Теперь у нас тут место для отдыха. У нас тут скамеечки, раз, потом у нас тут каменный... А, я думала это мост! Нет, нет, не падать, не падать, не падать. Нет, тут у нас, короче, спуск, но через который придётся не переезжать, а прыгать. По мне, так лучше бы сделали просто каменный мост. Здесь у нас было раньше место для пикника, а теперь оно выглядит ещё более круче. Здесь у нас костёр стоит, интересно, он зажжётся просто так? Нет, он не зажжётся просто так. А, как тебя зажечь-то? Мне вот интересно. По идее, это место было для барбекю. У меня нет с собой барбекю, да и подсветочки нет. Странно, почему у меня костёр-то не горит? Зажечь можно. Ну, ладно. Потом он... Потом у нас тут неожиданно, очень классно сделали у нас скамеечка для пикников и даже урна для переработки. Потом у нас тут стоит бочка, ящик и, опять же, коронавязь. А вот, кстати, и место для пикника. Хотя, очень странно, почему оно... Ну, тут место для пикника, но... Я думаю, разрабы не доработали этот момент, что тут стоит костёр, который нельзя зажечь. Ну, хотя, давайте посмотрим, там же были четыре кнопочки, но я думаю, там ничего нового. Это стандартные кнопки сидеть там, лежать в костёр. Еда, танцы. Ну, никаких действий, чтобы именно зажечь костёр, тут пока что не наблюдается. А, бедненько. Я думаю, это просто не доработочка. Так, теперь давайте поедем и посмотрим, как всё это выглядит теперь в новом виде с территорией пляжа, на который теперь спускаться проще простого, не боясь никуда рухнуть. Это вообще спасибо, разрабы. Так, значит, вон там кончается пляж. Курпинта. И вот так вот, то есть, мы теперь въезжаем, и выглядит территория Аббаса-Дойл. Очень много выступов, деревьев, тропиночки, то есть, прям эти камни, склоны, прям вот... Ну, да, территория стала, в принципе, в общем, намного лучше. Намного проработаннее, не знаю, то есть, вот, даже вот тут вот пляж стал как-то шире. Здесь, вот, я помню, задание с бутылочкой находится. Единственное, мне всегда обидно, что отсюда никак нельзя перебраться на другой берег, то есть, просто перейти, перепрыгнуть. Так, здесь у нас, по идее, пирс для рыбалки, на который мы можем заезжать. Ну, в принципе, да, здесь мы рыбачим, то есть, вот, кружки. Никаких рыбаков тут нету, хотя жалко, мне нравится, когда на таких вот пирсах стоят рыбаки, с которыми можно как-то взаимодействовать. Вот это вот, вот, кусок земли, он как был, так и остался, он же вроде бы был. Вот, вот, серьезно, ну, почему нельзя вот сделать тут какой-то мостик канатный, чтобы перейти на другую сторону? Потому что, мне кажется, это было бы удобно. Это не то, чтобы бежать там до всем привычного каменного моста, чтобы переехать на другую сторону. Ну, могли бы и здесь сделать какой-нибудь навесной мостик. Не, ну, выглядит, ребята, все классно. Вот, ага, зато вот тут мостик есть. Очень, ну, мило, очень мило все сделали, очень классненько. Так. Угу. Вот так теперь выглядит территория скачек для пони. О, она мне помаха, она мне машет копытцем, ты мне мах... О, ты мне машешь копытцем. Я теперь захотела эту поняху. Она мне помахала копытцем, серьезно? Знатоки Star Stable, те, кто играют с незапамятных времен, помнят эту эмоцию, что когда ты отправляешь лошадь на пастбище, поясняют тем, кто не знает, это был отдельный остров, и это было платно. То есть, там, за шиллинги, за риска. То на прощание, там было видео такое вступление, что лошадь поселится, ты от нее как бы уходишь, и она тебе машет копытцем. Смотрите, она еще и танцует. У меня сейчас ностальгическая слеза. Хотя, в принципе, я играла в то время, но именно этот момент я так и не застала, потому что у меня не было много лошадей, у меня была одна лошадь и не было денег. Привет, Дарья. Так, нет, я соревноваться не хочу. Раньше тут были такие, знаете, такая арка деревянная, сейчас ее нет. Ну, Пенни и Поли стоят теперь с одной поняшей, скачка в задание, скачка... Знаете, это скачка недоступная? Вау! То есть, вот как это... Вот как это теперь выглядит. Раньше скачка пони была доступна только по... Вам не кажется, что это очень интересно и нагло? А, Стар Стейбл? Это бессовестно так делать. Ну ладно, ничего страшного. Так, здесь у нас, видимо, для седел в построении или для каких-то еще вещей. Тележи. Оооо! Вот это, вот это я должна посмотреть поближе. Вот это я должна посмотреть поближе. Так, у нас тут висят седла на канавязи, очень такие качественные седла. Когда же они их, наконец, уже выпустят в продажу? Надо будет порыскать по магазинам. Может быть, они опять забыли упомянуть о том, что они добавили их в магазин. Ну, ладно. Ничего страшного. Этот момент мы посмотрели. Сколько Стар Стейбл добавили на этот полуостров, скажем так? Короче, каменных арок. Вау! Вау! Ооо, какие камни гигантские просто, по своему слову. Так. Ооо! Место, место. Это место лодочников. Очень миленько. Тридомик. Хе-хе-хе. Так, потом. Всеми любимое место для ролок. Почему его все любят, я так и не понимаю. Ну, хотя, в принципе, это и... место, где можно побегать, поиграть. Вот как раз тут два персонажа уже ролят. Здравствуйте. Давайте думать, что вы дикие лошади. Но я же знаю, что вы просто персонажами охуны в лошадках. Я просто выключила, чтобы вас не было видно. Да, вот такое, в принципе, обновление в данной местности. И все-таки мне кажется, мне кажется, что не хватает тех привычных просто целых полян с кустами, которые были повсюду. Ауч, это было больно. Это было больно. Потому что, ну, привыкли же, что тут везде есть одни сплошные кусты. В них можно было спрятаться и пугать прохожих. Нет, я этим не знала. Но, кстати, идея была бы хорошая. Почему она приходит тогда, когда кустов уже нет? Ой. В общем, вот такое вот обновление местности. Так что с каждым разом Старстейбл все больше и больше обновляют территорию, добавляют что-то новое, модифицируют, я не знаю, добавляют, убирают. Лаги, глюки, модельки. Все это... Ну, это просто Старстейбл. Все это... Это все, что включает в себя Старстейбл. Да. И, кстати, я хотела добавить одну вещь. Я не хотела снимать отдельное видео. Я хочу все это добавить именно в это видео. Скоро у нас будут новые лошади. Причем породы лошадей, которые умолили все, хотели все еще, я не знаю, лет пять назад. Нет, не пять лет назад. А сколько? Нет, возможно, даже и пять лет назад. Нет, ну, по крайней мере, три года назад ее точно хотели все. В обновленном виде. И я думаю, что несколько из этих лошадей или одна будут продаваться как раз в хозяйстве Серебряной Поля. Это будут Ахалтикинцы! Как я? Я просто, когда я увидела репост в инстаграме, я вставлю сейчас вот картинку с аккаунта Старстейбл. Я когда увидела, у меня просто слезы на глазах навернулись. Я хочу двоих или троих Ахалтикинцев. Также в Ютубе вы можете найти спойлеры именно уже анимации этих лошадей. Но так, мы все знаем Старстейбл. Если сейчас они выставили фотографии с надписями, что ждите новых лошадей, это будут Ахалтикинцы, то есть выставили они это вчера, значит, в ближайший понедельник выйдет тизер на новую породу лошадей. И уже, видимо, в среду мы сможем купить данную породу. Я искренне радуюсь, что у меня еще есть старкоинцы с удвоения. Тех, у кого его нет, то бегите, покупайте удвоение, потому что я посмотрела модельки и 3D-мнимацию этих новых замечательных лошадей, и они просто шикарны. То есть это реальные Ахалтикинцы. Высокие, ну я не знаю, будут ли они, в принципе, высокие, но выглядят они реально высокие, худые, стройные, изящная шея. И, кстати, вы можете заметить, что на одном Ахалтикинце новая прическа. Это коротко-коротко стриженная грива. Разработчики, пожалуйста, сделайте эту гриву всем лошадям, я вас прошу, потому что это просто мечта сбривать гриву лошади под ее самые корни. Ну, согласитесь, в жару лошади это было бы классно. По мне так. Так что, вот такая вот новая информация, которая в будущем будет доступна по новым лошадкам и тем, кому нравятся Ахалтикинцы, ребята, ждем новых лошадок. Потом, что же у нас еще в этом обновлении? Я никуда не буду ехать, потому что это просто информация, которую я вам расскажу. Новые имена для лошадей. Теперь, когда вы будете покупать новых лошадей, у вас будет куча новых вариантов имен. И я счастлива это потому, что у меня некоторые имена практически повторяются. Хотя бы первая или вторая часть. Вот. А у моей подруги вообще два коня с одинаковыми абсолютно именами, если не три. И реально имена в стартейбе уже стали проблемой, потому что лошадей у многих людей много. Вот у меня там много, реально много. И кто-то мне тут пишет привет, напишет ответ. И когда я узнала вчера, что разработчики добавили имена для лошадей, то это классно. Так что бегите в форт Пинта в деревню Серебряной Поляны Ярхейм или Ньюхиллк ищите нотариуса. Если что, нотариус, если кто забыл, выглядит так, как... Ну, это, короче, человек, у которого мы когда-то покупали... Ааа, покупали, покупали билеты. Билеты на автобус. Да, извини, конечно, что отказываю в ролке. Вот, покупали билеты на автобус. И... Вот, в общем, у него можно поменять имена. Так что бегите и меняйте имена, кому это очень требовалось все это время. Также, в следующей неделе кончается общение с жеребятами. То есть, сколько это тянулось. Лично меня эта тема не затянула вообще. Я побегала несколько раз по этим жеребятам и все. Но, если вы... Именно вам нравится вот этот вот ивентик с общением... общение с жеребятами, то в следующую среду его уберут. так же. Я все понимаю, но когда они ко мне цепляются с просьбой дружить, меня это немного настораживает. Я так не дружу. Я так не начинаю дружить. Так что, извините, мне придется поменять геолокацию. Меня просто преследует дикий мустанг. Это нормально, а? А-а-а! Кошмар! Помогите! В общем, скоро еще закончится последняя неделя маршрута Красной Нити. То есть, берите своих друзей, если вы хотите связать ваши узлы с лошадьми, вашу дружбу и катайтесь маршруту Красной Нити. Очень классный маршрут, если честно, мне он понравился, очень приятный, а на вершине чувствуешь себя как в Альпу. Так же, Спирит скоро уходит. Кому мешал этот конь? Никому он не мешал. Я не понимаю тех, кто возмущался на тему, что он им мешал, что, слава богу, Спирит покидает Юрвик. Ребята, серьезно, он никому не мешал. Чем он вообще мешал? Я не понимаю эту тему, мне кажется, это вообще странно и ненормально, что какая-то невидная лошадка, Спирит, причем кому-то это напоминает Спирита из детства, кому-то мог мешать. Чем? Кто-то мучается, чтобы его найти. Как вообще вы можете говорить, что он вам мешает? Я не понимаю, почему его убирают. Я не понимаю, почему убрали старых фьордов, хотя у них очень милая старая моделька. Я не понимаю, почему убирают Спирита. Стар Стейбл делает какие-то вещи, начал делать какие-то вещи, которые я вообще перестаю понимать. И это очень печально. В общем, он уходит не один, он уходит со своими фанатками, которые стоят Форт Пинта, поэтому у вас осталось время до 29 мая. Бегите, покупайте Спирита, если он вам хоть как-то нравится, поверьте мне. Те, кто, к примеру, смотрел оригинальную версию мультика Спирита, да, это не тот самый Спирит, но поверьте, даже я, когда его купила и побегала дико из-за него, у меня просто душа начала плакать по своему детству. Поэтому я советую, если у вас есть хотя бы хоть капли мыслей, покупать его или нет, бегите и покупайте, особенно если у вас есть СК. И бегите, покупайте все вещи, если они вам вообще нравятся, которые продаются у поклонниц Спирита, то ли из Салли из Форт Пинта, потому что они тоже навсегда покинут Юрвик. Меня начинает просто раздражать это слово навсегда. В общем, это вообще все новости на сегодня. Последняя новость лошадиная ярмарка проводится в деревне Серебряной поляны, так что, если хотите посмотреть старых моделек лошадок или купить кого-то из них, бегите именно туда. Всем спасибо за просмотр, с вами была я, Даналия, это было очень долгое видео по обновлению, давно такого видео не было, с вами была, в общем, я и мой конь, благородный ангел. Не забывайте тренировать ваших лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok